В одном из прошлых видео я говорил, что встречался со своей приятельницей, она мне сказала, что ее дочка ушла от нее, от бабушки с дедушкой, сказала, что они все тусклые, мерзкие. И в связи с тем, что я пропагандирую все-таки инкарнационные моменты, я хочу вам сказать следующее. Вы можете считать меня душевно больным, вы можете считать меня ненормальным, но инкарнационные вопросы стоят очень важно. В одном из следующих видео я сделаю обязательно по поводу разницы между матрицей и абсолютом. Это две существенных разницы, ибо Бог создавал душу, а смежники создавали все остальное. То есть матрица – это смежники, а Бог – это абсолют, который создавал душу. Так вот, сегодня я вам расскажу очень интересную историю. 30 лет тому назад у моих знакомых, большая семья, очень интеллигентные люди, профессора, преподаватели, университета, и просто интеллигентные люди. У них в семье, у них два сына, и у одного сына родился ребенок. Это нормальное явление. У людей рождаются дети. И когда ребенок родился, одно из первых его словосочетаний было «я вора». Никто не мог понять даже вообще, что он сказал. Они не знают таких слов. Они не знают, чтобы правильно говорить, не вор, а вора. И он сказал «я вора». И вы знаете, за 30 лет своей жизни он уже умер, этот молодой человек, поэтому я могу уже спокойно говорить об этом. За 30 лет своей жизни он отсидел 7 раз и благополучно скончался от наркотиков и умер. Мне зададут вопрос, что, блядь, его плохо воспитывали, что ли? Или что эти евреи, профессора, не знают, как воспитывать ребенка? Он родился таким, вы понимаете или нет? В него вот в это мясо, мясной костюм и вот эти набор ДНК просто вселилась душа. А вора, он был вором, он не может быть не вором. Он должен быть вором. А кем он должен быть? Поэтому, когда вы думаете о том, что это только у вас с детьми большие проблемы, что это вы не знаете, как с детьми обходиться, что у них переходной период, у них что-то такое, да, они вам нахамили, они что-то сделали, она что-то родила в 13 лет, да, он кого-то изнасиловал в 2 года. Нет, нет ничего подобного. Это чужие вам люди. У них просто что-то от вас есть. Но в основном это совершенно другие личности. Это посторонние личности. А ваша наивная мысль, что это ваша кровиночка, она, знаете ли, немножечко такая детская. Она очень примитивная. Она такая слабоумная мысль, что это ваши дети. Это совершенно другие люди. Я не отрицаю вашу любовь к ним. Но не ждите, пожалуйста, этой любви назад. Потому что течет эта любовь только в сторону детей, а никак не назад. На сегодня все. Продолжение следует.